Ребят, всем привет! С вами обзорщик. На моем канале вы найдете обзоры перспективных блокчейн-проектов, как уже действующих, так и только начинающих, а также обзоры криптовалютных бирж. Сегодня поговорим с вами о проекте SOAR. Вы видите его на ваших экранах, официальный сайт soar.art. Ссылка будет, как всегда, в описании под видео. Проект занимается тем, что создает первую в мире полную демократизированную глобальную суперкарту, используя только информацию с дронов. Прикольно, правда? Смотрите, мне очень нравится у них сайт, как я только перешел. Во-первых, он простой, маленький, компактный, черный текст на белом фоне. Это всегда завораживающе. Сегодня я расскажу вам о последних новостях и событиях, которые проходят в проекте, которые произошли буквально за последние две недели. И начнем мы с конкурса Worldwide Photography Competition, который они объявили 13 сентября. Продолжаться он будет до 30 сентября. Суть его в том, что фотографии должны быть взяты из дрона, чтобы получить токены за это. Вы можете сфотографироваться, уложить их в интернет и прислать их в Telegram Store, либо куда-то еще. Более подробная информация есть у них в Telegram и в различных социальных сетях. Так что, если планируете поучаствовать, пожалуйста, заходите. Это прикольно и интересно. Можно заработать, кстати, бесплатно достаточно большое количество токенов. Была у них также прямая трансляция. 30 минут они отвечали на вопросы. Эксклюзивная очень была такая презентация. Также это все было 13 сентября. И вот смотрите, 3 октября будет проходить инвестсаммит, который называется «Воазия Тэч». И команда СОР, и генеральный директор компании, они планируют принять на ней участие. И очень-очень ждут этого события. Прямо они дождутся. И вот смотрите, первые, вот буквально через 3 дня, да, вот уже загрузили люди первые фотографии. Здесь вот есть некоторые из них представлены, фотографии из дронов. И среди них потом будут отобраны победители. И можно и сейчас присоединиться к конкурсу и поучаствовать. Также в Сингапуре 18 сентября LD Capital and Friends представляли, проводили эксклюзивный ланч, да, вот такой. И там генеральный директор Амир Фарханд выступал с речью вот на этом мероприятии. Смотрите, вот LD Capital, да, они поддерживают вот эти все проекты. СОР, в том числе один из них. Здесь очень много известных блокчейн-проектов, которые уже действуют, уже развиваются, да. И я думаю, очень почетно быть в этой компании. Ну, здесь они выложили статью, собственно, взяли, да, с сайта gameinternational.com, что такое блокчейн и как он относится к геопространственным приложениям. Вот, также с ней можно здесь ознакомиться. Ну, и здесь более подробная презентация в виде картинки, да. И можно проголосовать за фотографию, которая вам понравилась. Здесь вот условия, которые необходимо выполнить, и вы также можете получить за это токены. Выкладывают еще они здесь ссылку на статью 5 трансформаций использования геопространственной информации. Здесь есть ссылка на статью, можно с ней ознакомиться, да, перейти по ссылке и прочитать. И смотрите, еще какая классная новость. От 23 сентября встречались они с командой Google в Сингапуре, да. Видимо, там же на мероприятии его-то обсудили, да, возможно, будущее партнерства или что-то в этом духе. Ну, и следующая новость, буквально на следующий день, поздравляют они всех с середины осени. И вот такую вот картиночку выложили весьма интересную, прикольную, да. Следующая новость уже, смотрите, с euronews.com, как дроны могут помогать людям в чрезвычайных ситуациях, где, собственно, бессильны мы с вами сами люди, да. Вот эта статья я прочитал, очень интересная, кстати, советую вам тоже с ней ознакомиться. И взяли ссылку, вот смотрите, на sosnews.com, здесь тоже статья, как австралийских морских львов. Вот они с помощью дронов пересчитали в австралийском заповеднике, да, и пересчитали их численность, вот, дроны очень помогли в этом деле. И последняя статья, которая уложена буквально вот 4 часа назад, да, как, собственно, дроны помогут оптимизировать съёмки и картрирование различных проектов. Дело в том, что промышленность, геопромышленность особо, да, уже с выходом, с появлением беспилотников и дронов, они поняли, что это классно, более безопасно, более дешёво, и решили использовать это в своих целях. Я вам сейчас об этом расскажу, у них есть статья на блоге, и они выложили её, да, где можно вообще использовать дроны. Ну, собственно, всю статью сейчас с вами разберём. Ну, и закреплённая новость у них от 28 августа, что вот можно участвовать в SOAR Worldwide фотографии competition, на которой я вам говорил, да, и, пожалуйста, желающие могут до сих пор ещё принять участие. Перейдём к статье, да, вот, собственно, вы видите её на ваших экранах. В заголовке говорится, что когда коммерческие дроны были только внедрены, сразу их заметила, заметили специалисты по геопромышленности и начали их внедрять. Они поняли, что дроны могут оптимизировать рабочий процесс, улучшить безопасность, результаты проекта и реализовать также значительную экономию средств. И в этой статье приведено несколько примеров, как различные компании используют дроны. Вот, видите, как дрон читает информацию, да, с нашей Земли. Смотрите, дроны могут быть очень полезны в опасных районах, где распространены оползни и землетрясения. Например, в Папуа-Новой Гвинеи вот они применялись, а также в Северном, Квинсленде, да, и Австралии. Но есть и небольшой минус использования дронов. Это не такой уж минус. Дело в том, что использование дронов требует умения и определенных навыков, да, а также стоит определенных средств, как сами дроны, так и различное аппаратное и программное обеспечение. Вот, этому всему нужно научиться, а также приобрести. Поэтому компании, чтобы использовать дроны в своих каких-то целях, да, им нужно сначала научиться, вот, и затем они уже будут пожинать плоды. Поэтому, если вы планируете использовать дроны в собственных целях, то, пожалуйста, имейте это в виду. Также дроны оказались отличной альтернативой аэрофотосъемке, да, потому что они более дешевые оказались и лучше подходят для мелкомасштабного картографирования в таких областях, как, вот, допустим, карьеры различные. Даже изобрели специальный дрон для исследования шахт, называется он iBot X6, он оборудован специальными камерами, и это все облегчает жизнь людей. Также в сельском хозяйстве, смотрите, вот, применяют дроны, да, специальные картографические компании создают решения с использованием дронов, которые помогают фермерам управлять их урожаем и, собственно, контролировать посевы. Дело в том, что современные дроны, они фотографируют с высоким разрешением, да, и могут выявлять проблемы на тех участках, где есть проблемы с урожаем, собственно. И надо сказать, что в сельском хозяйстве применение дронов все только больше возрастает и возрастает, и приносит очень большую пользу как фермерам, так и нам с вами в конечном итоге. Ну и, конечно же, использование в энергетической отрасли дроны применяют также. С помощью дронов осматривают линии электропередач. Это очень один из главных примеров применения дронов в энергетической промышленности. И также вот Деллар Тэч утверждает, что дроны, использование дронов на 30-40% более экономически выгодно, чем использование вертолетов для проверки линии электропередач. Представляете, собственно, дроны могут сэкономить 2,5 миллиона евро в год для энергетических компаний. Это достаточно большие деньги. Также дроны применяются в строительстве. В строительстве, конечно же, очень важна безопасность. И дроны могут помочь для проведения измерений или других мероприятий, где довольно часто возникают проблемы с безопасностью и появляются человеческие жертвы. А также дроны могут использоваться в качестве устройств мониторинга путем сбора данных об окрестностях. С помощью дронов можно строить 3D-модели, которые будут отображать ежедневные обновления различные. И всё это, в конечном итоге, приведёт к полноценному видению одной общей картины и поможет решить различные проблемы. Также есть новая инициатива по распространению и монетизации информации из дронов. Вот здесь представлена. Ну и, собственно, проект SOAR предлагает здесь нам решение, потому что беспилотники в основном выполняют какую-то заданную функцию, получают информацию лишь один раз. И поэтому данные не всегда достоверны. А SOAR, смотрите, строит глобальную суперкарту, где будет много заинтересованных сторон, и они все смогут излечь выгоду из данных с беспилотников. Много же людей запускает свои беспилотники, и если все их использовать, то с помощью децентрализованной платформы SOAR, которая сочетает облако с технологиями блокчейн, для того, чтобы создать управляемый сообществом рынок для владельцев дронов, для распространения и монетизации их контента. Таким образом, данные из дронов могут быть использованы повторно. В то же время создается всемирная DASA банных GIS. Это стимулирует создание новых приложений, которые могут использовать эту глобальную суперкарту. Вот именно это предлагает проект SOAR. Давайте похлопаем статье. Она была очень интересна и полезна, я бы сказал. С вами был обзорщик. Ребята, оставляйте ваше мнение о проекте и о последних новостях в комментариях. Ставьте лайки. Обязательно всем вам отвечу на комментарии. С вами был обзорщик. Надеюсь, был вам полезен. Всем добра.